Рождённые в СССР Сегодня у нас в гостях прекрасный дуэт, который родился из спонтанной импровизации двух талантливых музыкантов. Она яркая и экспрессивная, поняла, что будет певица, едва появившись на свет. Объявила об этом, когда ей исполнилось пять лет. В 1994 году она стала первой, кто представил нашу страну на престижном международном конкурсе Евровидения. Он один из самых востребованных музыкантов со всю историю отечественного джаза. Лучший клавишник России, лидер группы «Квадро», маэстро классики джаза, рока, этники и блюза. Пианист, композитор, продюсер Вячеслав Горский, леди-блюз, певица, педагог Маша Кац и группа «Квадро» сегодня у меня в гостях. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Голосом Марии поют персонажи русских версий голливудских фильмов и мультфильмов. Солистка группы «Квадро». Вячеслав Горский родился в Москве. Окончил музыкальное училище имени Гнесиных по классу специального фортепьяно. По рейтингам журнала «Мьюзикбокс», а также агентства «Интермедиа» был признан лучшим клавишником России 95-го-2002-го годов. Стал известен как музыкант джаз-рок ансамбля «Арсенал», лауреат многих международных джазовых фестивалей. Автор и ведущий программы «Новая классика» версии Вячеслава Горского на Радио России. Руководил группой «Спектр». В 1982 году создал ансамбль «Квадро». Автор трёх рок-опер, которые были поставлены во многих театрах Европы, а также музыке к нескольким фильмам. Песни и инструментальные композиции Вячеслава Горского входят в репертуар таких артистов, как Зураб Саткелава, Николай Караченцев, Ольга Кабо, Оксана Мысина, Даниил Крамер, Этери Бериашвили, Сергей Манукян, Аркадий Шенклопер и многих других. Вячеслав Горский выпустил более 20 авторских альбомов и альбомов группы «Квадро». Итак, всё это о них. Горский Кац у меня сегодня в гостях. Хотя, с другой стороны, наверное, всю эту команду вместе следует представлять как «Квадро». Поскольку ты сегодня, Маша, уже солистка этого коллектива, да? Получается, да, что так получилось, что я влилась. На самом деле мы потом подробно расскажем про всех, кто здесь с нами находится. Познакомите поближе, да, с музыкантами? Обязательные музыканты. Да, и о каждом из них нужно говорить отдельно. Влилась не так давно, я так понимаю, это вот что-то новое, да, в вашем совместном творчестве? Да, Слава? Ну, выступаем мы около двух лет на сцене. Хотя с Машей мы знакомы больше... Страшно, не говори. Страшно это цифровое произведение. Больше 20 лет, и периодически мы пересекались, поддерживаем дружеские отношения, и как-то при встрече каждый раз планировали что-то в будущем сделать. И вот, наконец, как-то так звезды совпали, что наконец нашлось время, наконец нашелся материал, который я, как композитор, был счастлив. Показать, предложить Маше. Мы встретились, выбрали энное количество произведений в разных стилях. То есть некоторые вещи специально написанные для Маши, да? Следующие, да. Некоторые вещи специально написанные. Я так думаю, в основном сегодня будут звучать те песни, которые написаны были для Маши, да, Слав? Да, да. Потому что если мы начали с какой-то известной вещи, да, Стива Иванова? Да, да, естественно. То потом мы, наверное, завьемся. Мы показали, так сказать, наш спектр, потому что у меня даже в релизе написано, в нашем общем, что мы обращаемся иногда к той классике, на которой мы выросли. Я имею в виду классики рок-музыки, сол, блюзы и так далее. Но также мы обращаемся и к классике-классике. У нас в репетуаре. Но это потом будет отдельный такой у нас блочок. То есть вы меня сейчас немножко огорчили, если честно, потому что я так понимаю, что следующие вещи, они будут не наполнены ностальгией. Это все такие новые вещи, созданные для прекрасной вокалистки, безусловно, выдающейся Маши Катт. Это те вещи, которые выросли из того... Из классики-классики, я вас повторю сейчас. Нет, нет. Это несколько, много вещей. Это сейчас прозвучит композиция, которая, мне кажется, можно отнести к жанру поп-музыки и поп-рока. Вот так будем говорить. Потому что я это люблю, я на этом вырос. Дело в том, что я в джаз, в джаз-рок пришел из рок-музыки. Совершенно неожиданно. То есть к Козлову вы пришли, будучи рок-музыкантом. Я пришел из рок-коллектива, из своей собственной группы. Я сразу попал в группу Козлова, не умея играть в джаз, не зная ни одного джазового аккорда. Сразу начал играть музыку в стиле Чикаго, Кровопоты и Слезы. Вот тот самый репертуар ансамбля «Арсенал» и «Джизус Крайз Суперстар». Естественно, вот на этом я, так сказать, уже двигался в сторону джаза, познавания вот этих вот для меня неизвестных широт. Ну давайте об вашей джазовой жизни чуть позже поговорим обязательно. Я очень хочу, чтобы сегодня много музыки прозвучало в нашей программе, потому что Кацк нам заходит раз в 9 лет. Это нужно шанс использовать. Это ваша вина, ваша вина. А вы еще реже, Слава, поэтому я, конечно, учту все эти замечания относительно нашей вины. Мы будем приглашать вас в советский раз в 5 лет. Мой автор Павел Моисеевич Грушко, небезызвестный, ну знаете, автор либретта, Хаген Мурьета, переводчик. Ну в общем, замечательный, остроумный человек. Он говорит, когда мы познакомились, он говорит, Слава, а ему тогда уже было под 70, он говорит, мы с тобой в 68 лет не разговариваем. Вот это мне понравилась эта фраза. Ну представляйте, песню и слушаем ее. Песня называется «Таймс Ганн». Насколько я знаю, Слава написала ее давно. Просто она лежала, меня ждала. И когда я приехала, он мне ее показал, у меня не было никаких сомнений, что это моя песня, мой репертуар, мой материал. И вот сейчас на ваш суд. Слушаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok DimaTorzok 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 Во всех стилях одинаково, профессионально, он красив, он прекрасно смотрится на сцене, у него потрясающая энергетика. Он никогда не спит на сцене, это очень важно. Ну, сразу давай скажем, Машуня. И только славу представим всех. Алексей Лебедев. Ну, вот тут это действительно человек, который просто сыграл такое количество музыки, как я примерно спела бэк-вокала. Мало того, что он один из самых востребованных бас-гитаристов, сессионных, он действительно по рейтингам один из самых лучших у нас в стране. Их таких еще буквально двое. Не будем их называть, нет, не сегодня. Они оба у нас играют в квадро. А они тоже в квадро, да? Периодически. Да. И Руслан Капитонов, наш барабанщик, наш ритм, человек, с которым невероятно приятно вместе находиться на сцене. Кстати, вы знаете, я вот как вокалистка могу сказать, что когда рядом со мной на сцене такие ребята, ничего не страшно. Ничего не страшно. Много раз выходишь куда-то на джем, еще что-то, если сзади вата, если тебя сзади никто не держит, не восхищается тобой, не поднимает тебя, очень плохо. Совершенно нет этой энергии, которую они мне дают, и я за это им безумно благодарна. Извини, я хочу о Лаверде сказать, что когда такая солистка-вокалистка, то совсем по-другому играется. Особенно вещи, но понятно, да, которые как бы рассчитаны... То есть, когда я сочинял, я, видимо, фантазировал и мечтал, чтобы человек вот так вот спел эту песню. Ну, тут нечего говорить. И еще хочу сказать маленькую ремарку такая, что с Русланом и с Лешей мы играем с 95-го года. Это тоже дорогого стоить. Это редкая история, кстати, редкий случай, когда вот джемпляры, завпали эти пазлы. То есть, в любой обстановке, с самолета, сразу на концерт, без саундчека, без ничего, мы чувствуем друг друга на огромной сцене, на расстоянии, уже без мониторов можем играть. Что сегодня и происходит, по сути дела, извините за эти мониторы. То есть, драйв, это такая вещь, да. Ну, драйва сегодня будет еще много, я надеюсь, хотя 20 минут эфира уже позади. По традиции, в начале программы, в начале уже 20 минут позади, наши гости о чем-то спрашивают в зрительскую аудиторию, задают какой-нибудь ностальгический вопрос. Ты готова, да, с вопросом? Я готова. Я долго думала, что же, какой же вопрос задать вам, дорогие мои. Вопрос такой. В 94-м году я представляла нашу страну впервые на конкурсе Евровидения. Скажите, пожалуйста, какой художник вдохновил всю нашу творческую группу на создание образа ЮДИФ? Это очень своевременно вспомнить Евровидение, накануне Евровидения, в котором мы не участвуем, друзья мои. Ну, действительно, первооткрыватель наш в Евровидении это ЮДИФ. Тогда мы представляли Машу так, наша страна, я имею в виду, представляла Машу так. Какой из великих художников, хороший вопрос, замечательный. Тем более, если рядом с тобой художник тоже находится. Живописец, да. Живописец, прекрасный, горский. Слава тебе всех своих талантов, и еще потрясающий художник. Спасибо. И можно приходить и на выставки, кстати, недавно прошла одна из таких, и можно смотреть в интернете. Это удивительное полотно, у меня дома одна имеется. За это, за это. Ну, давайте мы про Евровидение чуть позже поговорим и покажем, быть может, напомним, по крайней мере, то выступление Маши в 94-м году в Дублине. В Дублине же все происходило, ничего не путаю. А пока что, раз уж мы о прекрасном художнике заговорили, о прекрасном джазовом музыканте, который, как выяснилось, из рок-н-ролла пришел в джаз, ничего не зная об этой музыке, давайте вспомним. До сих пор. До сих пор не знает ничего, как это происходило в ансамбле «Арсенал». Увидим, вспомним прямо сейчас, потом вернемся. «Арсенал» 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 Давайте подсократим все эти ностальгические выступления. Тем более, что куча улыбок почему-то это вызвало. Я смотрю с умилением на все ностальгические кадры, как на ретро-хронику буквально. Видимо, не узнали вы, да, Слава здесь? Нет, почему? Слава я примерно таким и помню, только чуть попозже, буквально где-то, получается, лет 15, спустя тех событий, которые вы только что показали. Да, но тем не менее. Александр из Петрозаводска спрашивает, какой жанр, Вячеслав, вам ближе? Джаз, рок или джаз-рок сегодня? Ну, мне, честно говоря, ближе джаз-рок, поскольку я большую часть жизни провел в нем. Но на сегодняшний день джаз-рок как жанр, как термин, немножко устарел. И вот этот синтез джаза, рока, он впоследствии стал Fusion называться, а теперь и Contemporary Jazz называется. Ну, в общем, грубо говоря, джаз-рок это мне близко. То есть в этом жанре написана эта пластинка? Ну, в общих чертах, да. У нас, к сожалению, нет диска совместного Маши Кацци. Будет скоро. Я думаю, что скоро будет, потому что вот мы говорили, что дуэт свежий, недавно появившийся, сформировавшийся, сработавшийся, спевшийся, подкрепленный. Как Маша говорит, ее подкрепляют очень здорово энергетически. Поэтому мы с удовольствием презентуем вот этот диск тем, кто точно ответит на вопрос, который появится титрами в нижней части экрана. Маша озвучила его некоторое время назад. Вспоминаем Евровидение, вспоминаем выдающегося модерниста, проболтался уже я, художника. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ты хочешь себе диск, я поняла. Хочу себе диск Дагурского получить. Ну что, свет души? Свет души. Можно говорить сколько угодно, лучше мы споем. Единственное, скажу, что это молитва на арамейском языке. Замечательно. Которую я не знаю. Так всегда и бывает. Я даже, собственно, не знал перевода, а знал совершенно недавно. Свет моей души – это как бы обращение к создателю. Он указывает путь, и вот такая благодарность. Свет моей души – это как бы обращение к создателю. Свет моей души – это как бы обращение к создателю. Свет моей души – это как бы обращение к создателю. Свет моей души – это как бы обращение к создателю. Свет моей души – это как бы обращение к создателю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 вот здесь вот сбоку, но не могли просто уйти никакой мгновения из студии. От Козлова, Алексей, вам большой привет. Мы в понедельник виделись с ним. Просил низкопланяться. Спасибо огромное. Своему руководителю. Руководителю своего коллектива, вернее, так правильно будет сказать. Мы с ним дружим до сих пор очень хороших отношений. Я уже говорил, что эта неделя наполнена джазом. В понедельник Алексей Козлов. Во вторник у нас был Крематорий. Вчера Кроус Роуз на этой площадке. Сегодня Квадро. 617-5197 номер нашего телефона. Владимир из Симферополя ждет давно. Владимир, добрый вечер. Не дождались, видимо. Антон из Санкт-Петербурга. Антон, добрый вечер. Добрый вечер. Я хочу сказать, какой художественной рисовал картину Эдив. Какой же? Климикт. Так. Что? Что? Я не расслышала. Мы не совсем поняли. Антон, может сказать? Клим... Клим... Вы правильно говорите. Хорошо, хорошо. Спасибо вам за версию. В конце программы мы подведем итог. А это правильная ответа. Ну, в конце программы мы подведем итог. Маша уже немножко проболтался. Ну, ничего страшного. Давайте напомним, как это было в 1994 году. В каком образе выступала Маша тогда? Потом вернемся. Ты не со мной сейчас, ты далеко, в разных мирах, жить нелегко. Может быть, только сон может помочь, увидеть тебя, коснуться рукой. И снова ночь. Входит прочь, твой голос далеко. И я кричу тебе через моря. Наш дом хранит твое тепло. В нем пусто без тебя. В нем пусто без тебя. В этом доме я. Вечный странник я, твоя судьба. Снаю, помнишь, обо мне. Ты всегда пути, но для тебя ядкий свет в моем огне. Рожденный в СССР. Рожденный в СССР, Маша Кац. Могу Машу сейчас отдельно представить, поскольку жалко, что вы не видели со стороны, что здесь Маша творила. Пока шел номер. Маша помнит с 1994 года все, каждое свое движение, которое было высписано. Там, во-первых, дрессировали, а во-вторых, я представляю, насколько велико было волнение. Я это очень боялась. И в тот момент, когда показывали сейчас, у меня начинают вибрации. Это все повтор. Эмоциональная память. Не надо нам сейчас передавать. Сейчас все будет воздушно и хорошо. Сейчас бы все было не так, конечно, если бы Маша поехала снова на Евровидение. Ой, боже упаси. Ты чур-чур-чур. Ты не хочешь больше? Страшно? Да, это было очень волнующее и прекрасное время. И на этом точка. Больше мой организм не выдержит. Но это было неимоверно сложно. Это правда было волнующее время, причем и для принимающей стороны тоже, потому что это сейчас принято нашим везде разъезжать и побеждать. А в прошлом все-таки на нас смотрели, как на людей, пьющих водку из самовара. Именно такие вопросы мне и задавали. Да, рядом медведи гуляли по улице. Медведи мне задавали вопросы. Потом, вы знаете, еще все забывают о том, что когда мы поехали, не было ни Украины, ни Азербайджана, ни Грузии, ни Армении, никого не было. Немножечко Прибалтика была представлена. И в принципе, тогда-то за нас голосовали не флангирующие страны бывшего Советского Союза, а действительно Европа. Поэтому сейчас неспроста мы побеждаем. У нас просто больше людей, которые... Да, сейчас группа поддержки просто у нас. Конечно, да. Жалко, что только вот так в этом году случилось. Но это же не наша вина. Ты переживаешь на этот счет по поводу того, что в этом году мы не представляем? Ночей не сплю, да, прямо. Ночей не спишь? Нет, вы знаете, на самом деле мне безумно обидно за девчонку. За Юлю Самову, да? За Юлю, да. Я считаю, что ей трепет нервы, что она хороший, талантливый человек. Песню написал опять-таки мой близкий товарищ Леонид Гудкин. И это же хорошая традиция, когда Леня пишет песни на Евровидении. Они в хороших рейтингах. Поэтому мне жаль, что так случилось. И мне кажется, что за уши притянута вся эта история с Юлей. Ну, раз так, значит, в будущем году выступит. Надеемся, что в будущем году Самойла все-таки выступит в какой бы ни был стране. Я желаю ей только удачи. Да, девочка очень хорошая. Она смелая, умница и настоящий боец. И песня хорошая. Мне понравилась песня, кстати, Леонид очень тоже. Друзья мои, 15 минут мы будем в прямом эфире. Еще 617-5197. Версия Антона из Санкт-Петербурга принимается. Но хотелось бы услышать и имя этого замечательного художника, кто же вдохновил на создание образа Юдив на Евровидении. 617-5197. Бах, да? Что сейчас? Бабах. Бабах. Совсем нет времени. Изначально, да, это у нас с Машей почти готова уже такая программа обработка классической музыки. Маша прекрасно поет Генделя, Чайковского, что было для меня полной неожиданностью. Совершенно профессионально. У вас же так же и называется программа? От Генделя до Баха, по-моему, да? От Баха до Ваннера. От Баха до Ваннера. Это как бы там фрагментарно. Я называю от Баха до Бабаха. У меня вот так, да. Там фрагментарно, как бы, композиции и с той, и с той программой. А в принципе... У нас времени нету совсем. Хочется три вещи еще исполнить. Да, да, да. В общем, Бах – это музыка, называется «Ария на струне соль», которую все знают, инструментальная музыка. Я написал просто на него английский текст. Получилась песня. И вот ее поет Маша теперь прекрасно слышит. «Ария на струне соль» «Ария на струне соль», «Ария на струне соль», «Ария на струне соль». «Ария на струне соль», «Ария на струне соль», «Ария на струне соль». «Ария на струне соль», «Ария на струне соль». «Ария на струне соль» «Я на струне соль», «Ария на струне соль», «Ария на струне соль». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Александр из Москвы. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, слушаю вас. Я вот что хотел спросить. Побывав как-то на музыкальном вечере нашего знаменитого... Вот у вас он был в понедельник Алексея Козлова в музыкальном кафе «Форте». Я увидел на почетном месте, недалеко от маэстро, фотографию Маши Кац. Я вот заинтересовался и спросил у администрации, говорю, видно это не случайно? Да, не случайно. Говорят, Маша, у нас тут не часто, но балует. Скорее всего, это будет уже в конце апреля. Вот я хотел бы узнать, кроме сегодняшней передачи, наверное, там можно будет увидеть поточнее. Спасибо, Маша. Да, действительно, 20 лет клубу и 20 лет я в нем выступаю. Безумно его люблю. И благодарна Альберту Дмитриевичу за дружбу. Мы все там, это такой дом, свой дом. Ну вот ближайший концерт, я посмотрел, сценарий называется клуб? В сценарии завтра. А завтра у вас концерт. 29 числа мы работаем в клубе «Форте», вот в этом составе. Да. То есть сценарий завтра мы можем видеть пару, вашу, да? Мы вдвоем, да. Дуэт и субсидант. А квадро мы можем 29-го в «Форте» уже наблюдать, да? Спасибо большое. Юрий Скирова. Юрий, добрый вечер. Здравствуйте. Володя, добрый вечер. Я рад приветствовать Машу Кац, Вячеслава Горского и всю компанию сегодня в студии. Поблагодарить за эфир хочу еще, тем паче, хочу поблагодарить за эфир недавний на «Маяке» у моих друзей-товарищей Андрюши Бутберга и Володи Борисова. Да, да, да. Спасибо большое. Наши люди. Я не знаю, я попробую, может быть, на вопрос ответить. Давайте. По-моему, завтра венгерских Густав Климт. Ну, конечно, конечно. Да. Действительно, австрийский художник, модернист, как я проболтался, Густав Климт. Он обожающее женское тело, эротоманом его могли очень многие называть, быть может, это тоже вдохновило. Хотя тогда очень Маша прикрытая была во всем этом, во всех этих одеяниях. А руки? Руки, руки, да, работают очень красиво. Ну что, действительно, диск, я думаю, должен улететь в Киров, поскольку точно нас... Да, я думаю, что безусловно. Наиболее точно ответил наш телезритель именно оттуда. Александр из Владимирской области. Александр, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый, добрый, слушай. Я впервые увидел Машу. Она меня поразила. Молодец. Дай Бог ей всего самого доброго. Спасибо. И успехов. Машенька, вы супер. Благодарю вас. Спасибо. Вы тоже. Спасибо большое. Обменялись они комплиментами. Впервые увидел, впервые услышала человека из Владимирской области. Ну, я Машу люблю очень много лет, поэтому для меня всегда удивительно было, как вот после такого всплеска на Евровидении, взрыва буквально, человек вдруг пропал на какие-то долгие годы, об этом спрашивают телезрители. Александра из Измайлова из Москвы спрашивает, почему исчезли после старта? Я коротко объясню. Дело в том, что нашу, так я говорю нашу, потому что за мной стояли армия людей, которые меня поддерживали. И я всем им низко кланяюсь. Многие уже в другом измерении. Они все понимают о таком. Я говорю, это вся программа АЭТ. Валя Гневушев, Паша Каплевич, Саша Шевчук. Я всегда буду говорить им всем спасибо. Антипов сам, конечно. Антипов, да, он как раз уже в мире лучшем. Сережа Антипов, который вообще, в принципе, очень в меня верил. Они все почему-то в меня очень поверили. А получилось так, что тот наш успех, именно наш, всей команды, Лева Землинский, автор песни, почему-то восприняли как страшную неудачу. Это девятое место, за которое действительно... Насколько я знаю, тебе там вообще 22-е пророчили сначала, да? Да, пророчили 22-е, да. Вообще выше 18-го дебютирующая страна практически не поднималась никогда. И вот девятое место. Я так вообще уже в обмороке лежала от этого девятого места. Мне казалось, уже, слава богу, я не подвела страну. На следующий год кто-то поедет. Но как раз на следующий год никто не поехал. И получилось так, что... Вот так меня встретили здесь, так как-то... Получилось так, что скомканно. И ложки-то вроде потом нашлись с последующими уже выступлениями других очень именитых артистов. Но осадок у всех остался. И у меня 5 лет... Я не знаю, может быть, существует какой-то список. Или просто, знаете, как газеткой прикрывали? Типа не существует ее. И прежде чем на меня опять обратили внимание, что был какой-то действительно успех, резонанс, что мы были понятны, что мы не дикари, которые ничего не понимали, приехали туда, а что мы, в общем-то, говорили на общем языке с европейской публикой. Тоже потом откатили назад и вспомнили про меня. Но к тому моменту я 5 лет сидела в клубах, в студиях. Я выживала как могла. И на самом деле нисколько не... О, но зато нет ни одного российского музыканта, который не мог поклониться в ноги и сказать спасибо. Насколько многим ты помогла. Какое огромное количество держалось за тебя, я знаю, людей. Тот же Михаил Захарович Шифутинский. Можно отдельную историю рассказывать. Ему-то какое спасибо. Ему отдельное спасибо за то, что вернул тебя, когда ты там загнул определенный гонорар, зарабатывая себе на первую квартиру в 19 лет. Да, да, да. И так далее. Он мне очень помог. Он первый, кто подтолкнул меня в озвучку мультфильмов. И я говорила уже не раз, когда он так... Надо отдельно с тобой садиться, просто разговаривать целый час. А сегодня просто хочется слушать вас. Про маму следующая песня. Да, песня про маму. Это песня, которую я исполнила со своими друзьями группой Balls of Fire на шоу «Голос», которая, на мой взгляд, она так мне трогает душу, что вот мы со Славой тоже ее сделали. Иногда играем все вместе, сегодня играем вдвоем. А ей дыши, маме, Другой такой на свете нет. А ей дыши, маме, Со мною рядом столько лет. Ты забыла покой, посидела голова. Словно в детстве ты гладишь рукой, Шепчешь нежные слова. Шепчешь нежные слова. Шепчешь нежные слова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует...